В 2024 году я четко видела, это все уйдет, а вот идет под воду. Просить надо конкретные вещи. Вообще сюда сейчас приехала за защитой сыну поставить. Украина. Кроме бесовщины здесь ничем не пахнет. Осторожничаем. Вам-то зачем осторожничать? Да потому что психушка всех ждет. Будет три волны, это болезни, война и голод. Говорят, что все-таки обряд будет, поэтому давай попробуем остаться, посмотрим. Если это будет с морально-этической точки зрения правильно, то мы этот эпизод поставим. Шаман насильно ничего в голову тебе не вложит. Но это прекрасная психотехника, которая сейчас носит название NLP. Нейролингвистическое программирование. Итак, мы с вами едем в пещеру, которая называется Кушкулак. В какой-то из СМИ ее называли самой страшной пещерой мира, но мы ее не боимся. В общем, я из грота мракобесов. Мракобес ли я, не знаю. Все, мы это куда-то все. Туда? Туда. Туда. А где тут выход? Налево. Ты сюда, мне кажется, точно не пролезешь. Я пролезу. Нам говорили, что сегодня тут должна была ночевать. Шаманка, посмотрите. Я боюсь. Потрону не будет. Я из Томска. Последний шаман в Томской области умер в 1959 году. Это был ивент. И прикоснуться к шаманизму там можно только изучая музейные коллекции. Когда я решила снимать фильм про шаманов, я сначала подумала, где же я их найду и кто из них согласится на такую публичность. Когда погуглила, оказалось, что шаманов просто море в России. И они вполне себе публичные люди. И концентрировано их можно встретить, например, в день весеннего равноденствия. Собственно говоря, поэтому мы в Хакасию приехали 19 марта. Окрестности города Абакан. Это столица Хакасии. В доме у Светланы Бутусовой собираются шаманы и ученики, чтобы на следующий день в ДК «Железнодорожник» провести мистерию во благо всех живых существ. Проводят этот обряд уже девятый год. Значит, шаманы, которые, кто шаманы, кто сертифицированный, кто работает, у кого шаманы уже посвящены, значит, пишите, шаман небесного происхождения, теперь какая категория у вас? Целитель, лекарь-гостоправ. Давай я буду. Пишите, это, 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 понимаете, да? Пишите все свои подтвержденные. Колдуны, лекари, знахари, экстрасенсы, шаманы. Из Москвы, Омска, Новосибирска, Красноярска, Тывы – все слушают своего учителя, которому прямо в данный момент идут откровения. Слушаем и мы. Светлана не стала давать интервью, а предпочла диалогу, монолог. Обратите сейчас внимание, уже все началось, 22-й год. Австралия сейчас тонет, Англия уже заливает. Вы обратите внимание, обратите. На самом деле так. И сейчас сюда попрутся эти все черти. А чтобы этого не случилось, именно поэтому сейчас происходит то, что происходит в мире. И это на самом деле все благослово, это действительно. Не пуская к своим границам, наш, так скажем, предводитель, наш правитель, мудрый и очный, много ругают. Да, там, там. А почему в большой, огромной стране, когда вы видели, что царь был нищий? Или правитель в любой стране. Да если он будет нищий, весь народ у него будет нищий. Да, нам пришлось много пережить. Такая вот такая сильная перестройка. Такая 30 лет тяжело. И то, что сейчас происходит, это на самом деле спасение. Спасение тех, нас, нас, кто останется вот здесь, закрывая границы от всех тех, кто вот... То есть мы на наш ноев ковчег никого не пустим? Шел. Нет, мы пустим всех. Но только мы будем отбирать. Вы простите, если я иногда что-то уточняю, да, чтобы я понимала. Смотрите, вот если бы сидела еще в Англии, сейчас вот тут говорила, да, и ей бы уточнили, а мы как, ну-ка, быстро нахуй отсюда все собрались и пошли. Алло, слушаю. Перед съемками в юрте вся съемочная группа проходит обряд очищения. При этом нам говорят, что двигаться в юрте можно только по ходу солнца, то есть по часовой стрелке. Удерживаю от неправильного шага нашего оператора. Правда, позже мы убедились, что далеко не все это правило соблюдают. Я русский по национальности, родился и вырос на Сахалине, учился в Владивостоке. Ну и потом вернулся обратно на Сахалин, работал там. Я строитель, и как бы строю порты. Последняя там моя должность была директор по строительству. То есть у меня большие такие достаточно должности всегда были. И жизнь проходит, все есть, а счастья нет. И тут на моем пути встретился Виктор, которому я задал вопрос, почему так. Он сказал, ты такой же, как и я, ты не тем занимаешься. Тебе надо лечить людей. У меня на самом деле по материнской линии есть цивители. И бабушка, и мать, и ее предки все. Но они немного в других традициях работают. Они цыгане. Поэтому... Я уже не цыганец. Ну, помесь я, да. Метис. Поэтому как бы... Ну вот с Виктором встретились, и он сказал, я тебя всему научу, что тебе надо. И что бы, поэтому я здесь. Уже третий год этим всем занимаюсь. С Романом еще пока себя не считаю. Я пока еще ученик. Вот шью себе тон, защиту. То есть без тона как бы нельзя работать на флобрядах. Потому что можно нацеплять нехороших дел на себя. Тон – это одежда? Тон – это, да. Это шаманские одежда. Ну, типа кольчуги. Я татарин. Можно сказать, татарин раз мусульманин. Но я к любой вере отношусь с уважением. К мусульманской, христианской. Буддийской. Каждая вера несет что-то свое. Но вот высшие силы так распорядились это отказать, что меня привели в шаманизм. Я вам так скажу. Шаманом стать, по желанию прийти. Научите меня, я хочу быть шаманом. У вас не так было? Нет, конечно. Нет, вы что? Шаманизму научиться практически невозможно. Во-первых, это идет по роду и выбирают высшие силы, так сказать. Сейчас, сами знаете, да, любой человек, купивший бобин, выставляет все в интернете и кричит, я шаман, приходите. Я могу туда-сюда, это сейчас, ну, я их называю фольклорный шаман. Я их называю фольклорный. Фольклорный элемент, говорят ученые. Да, да, фольклорный элемент. Нео-шамана еще называют. Ой, я только слышал, что в Москве 450 шаманов. А вот по своему видению, я вам скажу, на всю Россию даже 10 шаманов не наберется. Истинных, настоящих, которые действительно вот по всем параметрам. Вот, поэтому... Вы из этих десяти? Нет, вы что, мне еще... У меня раньше был дар, как сказать, видения. Я видел человека и говорил про него вот так, вот так, вот так. Я не понимал, просто информация шла. Откуда ты знаешь? Да, я говорю, не знаю. Просто вот идет и все, и тебе говорю. Грубо говоря, докажите. Понимаете, вот тут творить такие какие-то фокусы или еще что-то. Вы же говорите, вы видите человека. Вот меня вы видите, можете что-то такое сказать, что я такая... А через меня уже зритель поймет, что да. Это все мои люди. Я понимаю. Я знаю, что съемка идет. Вот, понимаете, я же... То, что вам говорю иногда, да, то, что... Мы можем не на съемку это. Да, вот я и говорю, что духи мои сейчас не хотят, чтобы вот это все... А вот так один на один... Хорошо. Мне духи будут, и они скажут, понимаете. Поэтому они, как бы, знаете, вот сейчас, ну, знаете, вот как стесняется вот этот, да, школьник там, да, такой... Да ну, не, ну че, и мы не любим пиариться. Но сегодня духом было не до меня. То им мешала видеосъемка, то огромное количество народа вокруг. Да и вообще у духов сегодня другая задача – зарядить для завтрашней мистерии крупу счастья. Пока ждали приезда тувинских шаманов, я внесла в этот обряд свой скромный вклад. Очищала для крупы счастья артыш – местное название можжевельника, который используют в своих практиках хакасские и тувинские шаманы. КОНЕЦ КОНЕЦ До приезда сюда я общалась с учеными-этнографами, и они мне говорили, что есть действительно настоящие шаманы, есть те, кто обладают экстрасенсорными способностями или способностями к гипнозу, и есть те, кого называют фольклорный элемент. Таких говорят, что больше, их найти легко, у них есть реклама в соцсетях, у них есть странички свои на ютюбе. Но как их отличить друг от друга? Я, например, с первого взгляда это точно не решусь. Просить надо конкретные вещи. Кто-то просит, знаю, например, такую, она пришла, я просила ребенка. Ну, просила ребенка, получилось так, что сестра, кто умерла, что ребенок остался, ей вот так вот ребенок пришел. Поэтому они говорят, что надо обозначать конкретно цели. Если синяя машина, то синяя машина. Да, если ребенка, то хочу родить ребенка, а не просто ребенка. Потому что если деньги, то откуда они, чтобы пришли, что-то обозначать цели. Вообще сюда сейчас приехала за защитой сыну поставить. Ну, ***, Украина. Чтобы все наши мальчишки приходили домой. А он у вас призывного возраста? Нет, он у меня контрактный язык. Да, они сейчас вот уехали на Украине. Да вы что, сына? Да, да. Вот с невесткой поговорила, с внучкой понянчила, теперь бежала сюда. Так, стоп. Стоп. Никто не заходит. Мы сейчас будем каждого чистить по отдельности. И будете заходить. Только, пожалуйста, назад сдайте, потому что нам нужно место для работы. Сдайте назад, пожалуйста. У меня камча есть своя. У меня тоже есть камча своя. Руки. Шарлатана видно сразу. А когда человек, вот я говорю, ну, я, допустим, первый раз сюда пришел, да, вот, человек здесь был, ну, шаман с Тулы, да, вот. Прием у него, кстати, блин, стоит около пяти тысяч, да, вот, то есть, по идее, да. Здесь они будут проводить ритуал, очищение, все такое прочее, да. И он одним движением, вот одним буквально движением вылечил мне шею. У меня болела шея, да, там, значит, было плохое кровоснабжение, там мне терапию делали, все такое прочее, да. Он шелк, и все, и я тут вот, 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 я вот. Здесь все зависит от вас, как вы будете воспринимать это. Вот, если ваша душа готова к этому, значит, вы воспримите их. А если нет, ну, блин, вы послушаете, как шоу, да. Это действительно исконно в этой республике. Хожу не первый раз. Кто-то исцеляется от каких-то заболеваний, от каких-то проблем забот уходит. Шаманы открывают белую дорогу для людей, чтобы они шли, и шли по истинному пути. Да, чтобы бизнес был успешный, дела шли, дома все было замечательно, да. У вас бизнес идет успешно? Слава Богу, да. Ну, благодаря им или само по себе? Да, Бог помогает. Кроме бесовщины здесь ничем не пахнет. И лучше было бы, если бы это были просто шарлатаны. Это более безопасно. А если это натурально, я не подходил, не рассматривался. Если практикующие шаманы, то это, знаете, встают под дьявольское помазание. На проклятие родов, детей, внуков. И не более того, сами того не понимая. Вот встают, и там их колотят, и что там с ними делают. Это называется камлани. Священодействие потусторонних сил и проклятие до тысячи родов. Так говорит Господь Бог. Получается, вы в них верите, в их силу? Нет. Люди, по вере вашей, да будет вам. Я вообще христианин. Ну, я поняла. Священник, да. Вы священник? Да. Ох, ничего себе. Мне как всегда везет. Конечно. Нужно все проверять. И вот поэтому люди идут туда не потому, что не понимают от невежества. То есть они не желают понимать. Они просто идут как для того, чтобы там жабу, знаете, купить с этим, с монетками, чтобы прибыль была. Деньгами помазывают там вещи. Вы встречали вот такие вещи, да? Ну, чтобы вроде бы как была когда прибыль. Извините, большинство русских, ну, славян. Идут. Не хакасов. Ну. А почему тогда они не идут в церковь за этим? Ну, здесь проще. Ну, здесь проще. Субтитры создавал DimaTorzok 60 километров от Абакана. Едем в место под названием Сахсыр. Евгения Султрекова, несмотря на молодость, уже довольно известная в Хакасии шаманка. Ну, и что, Женечка, куда ты нас поместишь? А ведь как белая, а вот именно вот уши, уши черные должны быть. Это обязательно, да? Да, обряды вы. Жертвы, наверное. Живешь обычной жизнью. Дают эту жизнь. Ее живешь. То есть у меня два высших образования, три диплома. Вся умная в доску. Вот. Ну, замужем была. Ну, потом вот муж меня там, я тебя вылечу. Вот, когда я начала, вот конкретно уже с ума сходить, скажем так. Приняла это, да? Нет. И нас развели. В 15-м году разъехались вообще. Я уехала в другой город с детьми. У меня трое детей. Вот. И в 18-м году мы вот разошлись. Он вообще вот просто. И с тех пор вот сама вот как у меня тотем медведь. Медведица с медвежатами, можно так сказать. Странно. Пользовался бы жена-шаманка. Это же вообще и вылечит, и предскажет. Нет. Тут вот свой нюанс. Я вот своих детей не вижу. Своих родных мне очень сложно. Потому что, видимо, просто потому что мы вместе живем. Либо это одна и та же энергетика. То есть сам себя, вот хирург себе операцию. Я думаю, это очень сложно сделать. Почистить, снять негатив, допустим. Кто-то там на меня пошел воевать, грубо говоря. Это я, да, могу отбиться. А то, что я сама себе заработала своими какими-то действиями. То, что там какой-то образ жизни вела. Я вот это не могу вытащить. Либо это какая-то работа над собой опять-таки. То есть либо ты работаешь над собой, постоянно развиваешься. Там что-то делаешь. Ну, психосоматика. Что-то заболела, значит, надо что-то в жизни менять. Это вот как шаман я вот только так себе могу помочь. Стать шаманом, но учиться нельзя. Это профессию можно выбрать. А шаманы, скорее всего, рождаются. Потому что я с детства думала, что я нормальная. Видела некоторые вещи. В 18-м году мы ездили на Уитак, наверху. Проводили обряд на смену эр. Потому что приехала с Монголии астролог. И она рассказывала о том, что будет. Она очень переживала. И она просила именно вот хакасов, чтобы когда все это случится, чтобы мы монголов не бросили. То есть вот она вот прямо так приехала. Мы как бы ее послушали. Поехали провожать эру рыб. Она же закончилась. И сейчас началась эра Водолея. И вот там вот информация пришла в 18-м году еще. И утром просто я была в диком шоке. Я вижу, как мысли формы. То есть это абсолютное присутствие. И вот там вот показали, что будет три волны. Это болезни, война и голод. Перед вечерним обрядом всем раздают черные ленточки. Один узелок, одно зло или что-то, от чего хочешь избавиться или избавить этот мир. Мне одной ленточки не хватило. Навязала узелков аж на трех. Начала с глобального. Запрещенного у нас сейчас в стране слова на букву В. Бросьба отнестись, когда идете по кругу. Сигареты выкиньте нахрен. Перкосер, пожалуйста, не плевать, ничего не бросать. Если такое неуважение, просто отойдите в сторону и курите. Сейчас очищающий костер. Ночной еще потом поработаем. Утром будем заряжаться, открывать дороги. Сейчас мы избавляемся от негатива. Для этого вам давали черные чалома. Когда сжигать, подходить, я скажу. По временному обряду в глаза закрывайте, пытайтесь прочувствовать. Что-то происходит, себя-то, что вокруг. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Спалив в костре весь негатив, на утро с первыми лучами солнца нас ожидал еще один обряд. На открытие новых светлых дорог. Но все пошло не по плану. Сейчас, по идее, уже должно было быть утреннее священное действие. Но пока ничего не происходит. И, кстати, насчет спиртного. Хакасы даже не зря кормят духа молоком. То есть, вчера кормили духа и огонь молоком, чаем с молоком. Но не спиртным. Вот. Поэтому... Поэтому как-то вот... Ну, это наше общее зло. Видите? Вот они, первые лучи солнца. И я встречаю их одна. Говорят, что все-таки обряд будет. Поэтому давай попробуем остаться. Посмотрим. Если это будет с морально-этической точки зрения правильно, то мы этот эпизод поставим. Нет, я думаю, что обряд будет нормально. Просто не все будут присутствовать на нем. Ну, да. Жир. Это чтобы разгорелось лучше? Быстрее. Или это жертвенное? Уже подношение. А, уже подношение. Это печень и сердце. Барана. Вот. Это наша жертва. С духом. Сейчас несу ее на костер. На прошлое. Я думала, что обряд это совершается прям с лучами с первыми солнцем. Да, 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 да. А вот тут... Видишь? Ну, Валерий Николаевич на самом деле правильно сказал. Хорошо встретить лучи солнца, но обряд это не отменяет. Ну, не отменяется. Встречай, будем сейчас встречать уже солнышко. Все равно же. Ну, да. Встречит солнышко. Самое главное, вчера проводили, нечесть, не пакость проводили, убрали с себя. А сейчас Новый год. Новый год начал. Мы уже думали, не будет обряда. Ну, как же. Ну, как же. Ага. Да, приходите. Будет, будет. Будет. Понятно. Такое действие будет. Да. Доброе утро. Доброе утро. Все. И много утрачено. Ну, у нас было тотальное уничтожение. Моего деда, четыре брата, два родных, два двоюродных, были шаманами. В Минусинской тюрьме одного там. Ну, в общем, он там ушел. Какие там были как расстреляны. Это в книге памяти есть. Вот. Одного хитрым способом как-то умудрились это вызвать из одной деревни в другой деревне. И по дороге это застрелили. У меня были очень сильные головные боли. И мама с моей фотографией пошла к одной ясновидящей. Ну, без разрешения я не могу их обозначать. А она спросила, говорит, такая, мол, ты же знаешь, говорит, эту причину. Мама сказала, да не дай бог. Потому что при ней же происходили вот эти все страшные вещи. Поэтому, надевая шаманский костюм, Валерий Чебачаков не забывает о прошлом и думает о будущем. Осторожничаем. Зачем? Вам-то зачем осторожничать? Да потому что это... Психушка всех ждет, кто не осторожничает. Вы про Габышева? Да вообще. А как к нему относитесь? Следили за его судьбой? Как передавали это на слухов нам, что он хотел очистить, то есть темные силы убрать от Путина, да? Я ему верю. Так Путин же не позволил прийти и убрать. Ну, может быть и Путин, может быть и другие. Так что здесь вопросы политики, мы туда не лезем. Политика, это не наше. У нас сохранение культуры, у нас помощь, какие-то проблемы. Если возможно, мы помогаем. Политика, это, я думаю, что это не наша стезя. Мы принадлежим народу. Спасибо огромное. А то, что политика, ну... Например, вот взять меня, я нифига в ней не понимаю. Я только понимаю, что-то не то. Что-то не так. И все. Вот сейчас не так что-то? Что-то так не так. Хитрю. А то, что здесь наработали, вы не так завяжете. Ну да. Аминь. Вот. Мы тоже как раз идем и рассуждаем, как правильно вязать. Это что же важно? Это очень важно. Выбирайте любое дерево. Можно ее? Любое дерево, да? Ага. Я уже объяснял. Это высшим чаянам. Самое высшее. Это солнышко. А это уже в земле. И, смотрите. Вот возьми палочку. Палочку держи. Чтобы правильно вязать. Березу так пополам. Накидывается. Угу. И затягивается. Все, поняла. Здесь узлов нету. Согласно? Ага. А если вы завяжете, как обычно, аминь не будет. Ага. Хорошо. Все, сейчас сделаю. То есть я любую могу выбрать березу? Передняя. Передняя. Не задняя, а передняя. Ага. Хорошо. Вот ведь. О, вот так. О-о-о-о. Смотрите. Смотрите. Делые старайтесь выше. Потом по ступеньке солнце ниже. Ага. Ага. Дветочки берем. Вот. Три моих ленточки. Дальше мы отправились в небольшой хакасский городок Аскиз. Там обряд проводили максимально аутентично, только для своих, на хакасском языке, с введением шамана в транс и чревовещанием через него духов. Но к третьему дню сплошных очищений Камлани мы уже настолько устали, что и вам этот эпизод покажем позже. А пока район Малой Сыи едем в пещеру Кашкулак, пещеру Черного Дьявола. Ага. Там вот такое место надо, да? Итак, мы с вами едем в пещеру, которая называется Кашкулак. Ой, Восьмерка. Восьмерка, да. В какой-то из СМИ ее называли самой страшной пещерой мира, но мы ее не боимся. Вот. И небольшой такой ликбез, повспоминаем. Пойдем с вами наверх мракобесов, поэтому понадобится такая вот система. Она одевается, получается, вот так вот будет кольцо здесь. Вот эта штука называется кроль. Можно попробовать позаправлять пусковину, потому что это такая творческая достаточно работа. Творческая это прям мое. То есть вот этот кусок он болтается? Там внизу, там внизу 20 метров, то есть мы работаем на середине веревки. Вот так вот. Вот так. Все, супер. И все. Если что так, а если что вбок. Тормозить поднимаем веревку, даже не вбок, вверх. То есть она просто вверх, да. Пещера это очень хорошее, благодатное место. Там, ну каждый по-разному называет. Намоленная там или кто-то там. Эту, допустим, очень мало кто любит эту пещеру. Ее все время пытаются как-то не остревнить, а оболгать их. Люди, которые говорят много вещей, рассказывают. Какие-то всякие страшные, неприятные вещи, которые, в принципе, она и в жизни у нас. Дома много неприятностей. Дома же никто смерть не отменял. Это так же и не говорят же автомобиль, сатана. Это же все чушь. Поэтому пещера это пещера. Конечно, есть доля вероятности увеличивается, что может что-то произойти. Там какая-то ситуация трагическая или еще что-то. Естественно. У кого опыта больше, то шансов больше. А у кого нет, получаются такие вот вещи. А то потом на духов сваливают. Духи здесь ни при чем. Я почему и далек от шаманов и не могу я с ними. Они это заблудшие души, я бы так сказал. Они пытаются что-то где-то определиться, что-то сделать, что-то... Я как бы не хочу никого обидеть. Есть, есть шаманы, которые там... А то сейчас это уже поставлено на поток. А суть-то, суть-то нету. Приехали? Да. А что так быстро? А что вы? Да мы не торопились. Первый раз про пещеру Кашкулак я узнала от своих друзей. Они занимались палеологией. И в 2004 или 2003 году пришли сюда спускаться и обнаружили здесь мужчину, который сказал, что он шаман. И он попросил их достать курицу мертвую из этой пещеры, там из какого-то зала, куда он сам без веревок, страховок и так далее спуститься не мог. Вот. Они спустились туда. Там была действительно какая-то мертвая курица, какая-то фотография окровавленная. А значит, курица нужна была шаману для того, чтобы снять проклятие с женщины. Вот таким образом я первый раз услышала про эту пещеру, что она считается шаманской. Потом начала гуглить. Действительно, история интересная. Собственно говоря, поэтому сегодня мы туда и идем. Мне показалось, что 70-й регион. Думаю, вдруг Исовска. Нет, нет. А вы откуда? Из Соски. Это где? Хакасия. А, Хакасия, да? Мы просто не ожидали никого тут увидеть. А, мы тоже сюда как-то поехали. А вы сейчас сейчас собираетесь? Конечно. То есть вы на нижний этаж, в колодец? Вы в колодец? Я, знаете, не в кустях. В общем, там где-то какая-то красота. В большой зал. А вообще мы снимаем фильм о шаманах. Прекрасно. Там гроть черного дьявола, езди большой зал. Вы пройдете по козырьку над колодцем, который идет вниз. Уже не раз бывали, да? Да, конечно. Были, были. Говорят, что... Здесь работали ученые. Вот самая ценная информация в том, что здесь работал Институт космической антропоэкологии. И тогда его возглавлял Казначеев Лейль Петрович. Доктор медицинских наук. Сейчас Трофимов Сергей Александрович. Так вот, они работали в 80-х годах, когда здесь не было ни туристов. Работали под крышей военных. Читая заметки спелеологов о том, что здесь люди чувствуют себя не совсем комфортно, испытывают немотивированный страх. Ну, случаются какие-то непредвиденные события, несчастные случаи были. И вот тогда, когда они сюда завезли оборудование, то выяснилось, что здесь работает пятое измерение. Голограммы. Это военные вы учили с этими учеными? С учеными, да. События, которые происходили как раз на Волуне, вернее, полнолуне уже сейчас, да? 21 марта. И в это время пещера наиболее активна бывает. Когда человек испытывает яркие эмоциональные ощущения, они фиксируются на стенках пещеры за счет воды. То есть мы приехали в нужный день? Это идеальный день. Это просто идеальный день. А вы кто по специальности? Я работала в Институте истории и этнографии внештатным сотрудником с Виталием Пифановичем Ларичевым. Это какой институт? Это в Новосибирске. Новосибирске. В сундуке. Нам опасаться чего-то? Нет. То есть вот вы видели, что мы зажигали костерки? Нет, я не видела. Ну, вы проезжали, кто-то снимал. Да, слава. Костерок горел два раза. Вот сейчас нужно перед входом в пещеру тоже зажечь костерок. А, ой, слава богу, что вы с нами тогда. Зажечь костерок. Ну, если, скажем так, вы ничего не натворили такого? Не, мы хорошие. Все, значит, вас пещера примет. И очень интересные такие снимки можно будет сделать на выходе обратно. Когда вы уже познакомились с этим пространством, оно вас приняло, и оно тогда проявляет себя очень активно. Это будут облака, свернутые в спираль вокруг вас. И там есть место, где можно поднять руку, и на вашу руку опустится облако. Ну, пойдем. Давай. Вы за нами не торопитесь, вы там как-то по-своему уже. Это стали? Это ножки. Это ножки. Будет неприятно. Для какого-то это, балерины прям. Я, конечно, не гигант, но прям. Как-то он недооценил на глаз. Бывает, что камни летят, стараемся и хлопивых не сыпать. А во-вторых, если вдруг сыпанули, даешь команду камень, тот, кто сыпанул. А тот, кто внизу, самое главное, не спрашивать, какой там или где. То есть ваша задача спрятать лицо, прижаться к стене, спрятать руки. То есть камни ловим на каску. Спускаемся, ты сначала спустился, а потом следующий, да? Ну да, мы там будем возводить команду, не волнуйтесь. Ну, в целом, да. Ну так, что у нас? Заморка подсекает. Вот сюда, да. Где у меня спусковуха? Ух ты! Да-да. Вон там, у лака, вот это лисий лаз, полностью затянутый льдом. И там, когда копали, говорят, нашли втаявшие гранаты, то есть и бросили копать. То есть это вот как раз наследие гражданской войны. То есть, в принципе, там какой-то еще один ход куда-то идет, но вот его стараются не трогать. А сколько тут градусов? Ну, здесь не знаю, здесь как на улице. А, туда, как на улице. Здесь-то вход. А там мы сейчас пойдем дальше, там будет видно прямо терминальная линия, то есть лед, и потом дальше теплее. У меня вообще светит фонарь, светит? Ну, там еще солнце тут мешает. Сейчас зайдем к нам на то. Все у меня же еще. Вау! Вот это я уже вчера рассказывала, белые сетки. Вот здесь посмотрите, сейчас, да, вот, с кем на потолок, пока еще светло относительно. Чем дальше он заходит к джеку, тем больше будет появляться гари и копоти. Почему? Потому что костры и шамалы, и шамалы тут жгли бесконечно есть. Косы примерно около 40 тысяч, да? Ну, они разной степени ходят, частично. Ну, на карте там что-то должно быть, ну, 40 с копейкой. Причем, я вот тут бываю часто, там, в пещерах, ну, так, десятки, ну, буквально, да? Ну, какие-то, просто, ну, что они. Низинка, да? Нет, ощущение, что он небольшой летом есть, но с такой здоровьем, да. И сильно не шумим, ну, вот, как бы, местные, да? Вот это уже, вроде называется, жертвенный смешательный. Хорошая сеть. Вот тот самый столовик, который, вроде как, не местный берос, он пастину, но тоже особо некуда, ощущение, что это принесли. И дополнительно, ребята, вот, по интересному корму, ну, учитывая, что все эти шамалы, штуки, они, по-сфаллическими символами, его называют фалосом. Я, например, там, детям своим, студентам, врачам, всегда, не знаю, будет зло, рекомендую, там, да, попробовать поводить рукой, вот. Ну, и, как бы, люди ощущают все по-разному. То есть, у меня вот свое ощущение, да, я свое не рассказывал, потом спрашиваю, как у остальных. Есть? Есть. В одном месте. Вот в этом. Здесь прям, ничего. Прямо в ладошку. Точно, точно, прям в ладошку. Здесь просто тепло, да? А тут красиво. Здесь прям пучком в ладошку как будто. О, видишь, все мы чувствуем в одном месте. В одном месте, да. Сейчас же маржа не нужен, сейчас мы пока идем подберили. Да, потом не нужен. Да, ну, в смысле. Ну, все, хозяйство, я, ну, плечо закиню. Так, нет, это вообще пока надо не делать. О, ничего себе. Сколько раз вы в этой уже пещере? Ну, наверное, раз в семь. Плюс-минус. Ну, и каждый раз по-разному. Когда до дна, когда вот только здесь. Есть даже одно еще не схожее место. Что-то какие-то странности прям были, вот, ну, помимо того, что чувствовали вот на... Ну, у меня один раз абсолютно честно, когда еще были пленочные фотоаппараты, засветилась пленка. Причем я абсолютно уверен, что она была нормальная. Вот, начинали фото, там, несколько фотографий, носы было. И потом поехали сюда, и пленка засвечена полностью вся. Ну, можно, но лучше не надо. Они здесь болтаются, лучше не туда на камень. Так, стоп. Ну, 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 все, тут перенечко нормально расфиксировалось. Вот сюда вот, давай стягнем жума. Хоп, застегнуло. Девчонки, вы там как? Рождение, рождение Алексеев. Рождение Алексеев. Рождение Алексеев. Вот эта вода, эта трава, она тут живет, она тут всегда. Я говорю, ради вот этих двух комнаток я сюда и хожу. Я уже собрался туда под крышу лезть. Объясни мне, зачем тут вот этот вот коврик? Как ты думаешь, что тут спят? Может быть, здесь что-то копать пытались, хотя вряд ли здесь некуда. Медитировали, например. Вот, легко, сумасшедших хватает. Ну да, учитывая, сколько здесь легенд и всяких наворотов именно вокруг этой пещеры. Вот тут каждый же, знаешь, сейчас модно искать место силы и все такое. Вот, между прочим, я говорю, у меня, наверное, для меня вот эта пещера, наверное, можно так назвать. Я люблю такие формулировки, но тем не менее. Просто мне настолько здесь хорошо, что, наверное, для меня это место силы. Ой-ой-ой. Нет, я пойду в ту же дырочку, в которую я пришла. Если правее, то нормально. Мне кажется, шире там по высоте, видишь? Да мне кажется, он все равно не пролезет. Надо пробовать. Дай лапу. Мне кажется, там-то слишком много есть. Не, я поняла, мы же, нам же, ради картинки, мы же не пожалеем чужого человека. Хочешь? Да и себя, и себя не пожалеем. Ты что, вовстрял? Смотри, протискивается. Филиолок это жидкость, как и кот. Ну, живописка. Господи, ну надо же, а. Смог. Веревкой зацепился. Еще веревкой. Вот. Вот это да. В общем, я из грота мракобесов. Мракобес ли я, не знаю. Все, теперь куда? Туда? Туда. А где тут выход? Налево. Налево, там веревочка должна висеть. Лево же там, там. Слева, да. Нет, я это. Нам говорили, что сегодня тут должна была ночевать шаманка. Вот, посмотрите. Тут какие-то вещи. Возможно, она тут спит. Я так думаю, что вполне возможно, просто она от нас прячется. Ну, тут домик Деда Мороза и снегурочки. Ага. Вот, есть. Ну, тут домик Деда Мороза нашли. В старину, в древности, это было наверняка больше там чаще и правильнее, потому что есть, ну, до сих пор сохранившиеся фамилии потомственных шаманов. Вот, и, ну, они как минимум собираются. Мы несколько раз соприкасались таким образом, что мы идем в пещеру, а у них там где-то возле пещеры, либо в самой пещере, у них там какие-то свои, я не знаю, как у них это, Сабантуй называется. Вот, причем как-то раз мы попали, прямо собирались там, с Москвы были, ну, то есть прямо с разных городов, много-много-много собиралось. Вот они в районе Архейки, там у них какой-то был такой большой сборище, и мы как раз в этот момент шли в пещеру. Ну, здесь кашкулаки тоже постоянно такие вот пересекаются, но насколько они люди серьезные в этом плане, я не берусь судить, говорить. Вот, такого чего-то там прямо, чтобы поверить в это, да, вот от этих людей, которых я отвечал, у меня не было. То, что здесь абсолютно точно было, это был схрон во время Гражданской войны. Атамана Соловьева точно, да, точно абсолютно нашли скелет девушки внизу, в гроте, причем не совсем понятно, как он попал. Абсолютно точно, ну, как говорят, что здесь настоящие жертвы приносили там в свое время, давным-давно, ну, в музее рассказывают, хочется верить им, да, как историкам. Вот, то есть вот на жертвенной полке находили кровь, вроде как делали анализы, то есть, ну, это там по-человеческую не скажу, а то, что кровь ягненка запеченная там, ну, это было, это об этом рассказывают, говорят. Нет, то есть сама по себе пещера интересная, в том числе в плане аномалий, это тоже подтверждалось научными экспериментами, то есть здесь какие-то магнитные аномалии, причем они то есть, то нет. Вот, говорят, что сама по себе гора, вот эта, она старый вулкан. В самой пещере мы увидели то, что тут кто-то есть, спальники, но людей так и не встретили, такое впечатление, что люди от нас прячутся, потому что, ну вот, это же достаточно свежий костер, кем-то запаленный, с каким-то вот, с каким-то вот черепом, костер, череп. Такой, знаешь, должен быть кадр, ты вылазишь, а то потом затемнение экрана, и потом кадр, где я такой, не, подождите, меня-то, меня, меня-то, возьмите. Что-то это какой-то грязный, в пещере что ли был. Я немножко, да, в подземелье черного дьявола, может быть, я и есть, он. К нашим ребятам, которые оставались тут внизу, вышла из пещеры женщина, которая, как они сказали, не ответила ни на один вопрос. Так что это и сказала, спросила, сколько нас там, и поднялась вот сюда, наверх, на гору, как они сказали, вроде как совершить какой-то обряд. И я так полагаю, что это как раз та шаманка, про которую нам говорили. Поэтому сейчас залезу и попробую ее найти. Ну вот, вот оно, обрядовое место, но ее и здесь нет. Ну вот, раз женщина прячется, значит, не хочет, чтобы ее снимали. Сейчас пройду еще немножко. Видим каких-то людей. Это вас наши парни, да, встречали внизу? Сказали, из пещеры вышла женщина. А вы уже выжили из пещеры? Да. Да. Мы снимаем фильм про современных шаманов. Да. Я не шаман. Вы не шаман? Нет. Но... Обычный. Вы обычный человек в одиночестве тут? Да. Вы не боитесь тут одной? Да, что? Нет. А вы туристы, в смысле, филиологией занимаетесь? Нет. Пеший? Просто придурочный турист. А, ну придурочный, это мы тоже пешим. Ну, в общем, она не шаманка. Она занимается духовными практиками однозначно. И сейчас ушла туда, там есть палаточка. И место такое костровое, и дрова сухие, потому что там явно кто-то бывает, живет. И она ушла туда, чтобы дождаться, когда тут наконец-то опустеет. Она говорит, третий день народ сюда идет и идет. Говорит, не понимаю, почему я говорю, потому что 19, 20, 21 марта у шаманов важный день. У обычного народа это день весеннего равноденствия. Она турист из Санкт-Петербурга. Два раза бывает в Хакасии. В общем, все, что хотели, отсняли. Ничего особенного, кроме струи теплого воздуха над шаманским сталагмитом, не почувствовали. Единственная мистика, как и над Сахсыром, нам не удалось поднять в небо квадрокоптер. Но если в горах квадрокоптер отказывался работать по непонятным причинам, сейчас все объяснилось просто. Что, не работает? Ну, во-первых, ветер. Во-вторых, я зашел вовнутрь, так вот дверь оставил. И заснул, да? Подожди, дай это рассказать. Спокойненько там сложился, разобрался, приготовился. Дверь закрывается ветром. Ну, ладно. И все. Я подхожу, а она же внутри-то не открывается. Ну, все, и сижу спокойно. Кушкула говорит, не надо летать. Зато, вернувшись в Малую Сию, мы в волю полетали над Белым Июсом и его окрестностями. Красотища. А еще радовал тот факт, что у всей съемочной группы отсутствовала сотовая связь. Не знать новости хотя бы три дня было счастьем. Говорю, ничего, что я в термобелье, а не в джинсах. Ну, ничего, мы тебя не будем снимать. Ну, посеяла я где-то джинсы. Посеяла, не знаю. Где джинсы мои? Дух забрал. Все хорошие, хорошие. Привет. Сейчас оденусь и выйду. Хорошо. Теперь положите, чтобы хотя бы не зря погибло. Вообще они со здания очень хрупкие, нежные. Погибают при неправильном поведении людей. Я хочу показать вам, где будет когда-нибудь музей. Погибает этот здание? Нет. Мы строим из барака, который вот здесь когда-то стоял. Ага, перенесли, да? Да. Администрация сказала, что земля администрации нужна. А барак, но дрова нам продадут так и быть. А музей, чтобы мы его сделали и чтобы отдали его в муниципалитет, им не нужен. Потому что у них вся головная боль уже есть. Это Ширинский кривеческий музей. На этой полке из древних животных вот это. Сибирский козерог. Это рублены рога сибирского козерога с пещерой Петуховской. И по мнению, к шаманской теме, по мнению шаманистов, знатоков шаманских обрядов, бабушек, которые сами не шамалины, но знают что-то. Это остатки обрядов, совершенных в пещере Петуховской. Видимо, не знамо когда. Это в каменном веке, потому что этим рогам, по мнению палеонтологов, более 30 тысяч лет. Это остатки обряда, совершенного на смерть врага. Выражение «рога тебе обломаю» – ссылка на такой обряд. И обряд проводился по рассказам стариков по аналогии. Мать-земля, как я у этого зверя отнял его жизнь, жизненную энергию, силу, обломав ему рога, так вот у того нехорошего редиски сделай. Дети не хотят изучать естественные науки уже в школе. А коль они их не изучили, им очень легко мозги запудрить. А коль легко можно мозги кому-то запудрить, всегда найдутся желающие это сделать. Шаманы – это ничего личного, это бизнес. Любая религия, начиная с каменного века – это же бизнес. Вспомните историю развития любой религии – это бизнес. Христианство – огромный бизнес. Любая церковь – бизнес. Шаманизм – такой же бизнес. Ничего такого страшного. Плюс шаманы пользуются в своих практиках очень древними, отработанными, выверенными психометодиками психологическими. То есть они умеют манипулировать сознанием человека, они умеют вводить человека в транс, они умеют внушить ему что-то. Это прекрасная психотехника, которая сейчас носит название NLP – нейролингвистическое программирование. Если ты понимаешь, что с тобой происходит, ничего страшного и ничего печального, и духи – это круто, и можно вообразить себе. Каждый может сам себе нарисовать духа горы или духа реки, какой он им увидится. Жалко, что ли? Совсем не жалко, пусть себе пляшут. Другое дело, когда шаманы пытаются выманить деньги у раковых больных и говорят, сейчас я тебя вылечу, не ходи ты к этим знахарям, врачам в смысле. А зачем ты к этим коновалам пойдешь на облучение, я вот тебе сейчас покамаю. Это уже страшненько. Уезжая из Малой Сы, мы предприняли еще одну попытку пообщаться с тем, кого нам изначально рекомендовали как шамана. Но как раз не публичного и работающего по старинке, в одиночку. Живет он в Улусе-Топанов, в ближайшем поселке от пещеры Кашкулак. Здрасте, а подскажите, пожалуйста, мы ищем Николая Саможикова. Саможикова? А, Саможикова. Он где? На ту улицу переедьте, там, вы видите, две машины стоят, тракторы, две машины там. То есть не на эту, а вернуться вон туда? Да, через это вот так вот. А он же лекарь, да? Ну да. Или шаман? Да хреб его, знаю. А вы к нему не ходите лечиться? А почему? В деревне не ходят. В деревне не ходят? Только вот такие, как мы приезжаем, да? Наверное, я не знаю. А шаманы у вас тут есть? Здесь нету. Нету, да? Ну, это, который занимается этим, он на Фаркале как бы живет. Ну, он вроде как шаманик начал. Арабкаев Николаев, на Фаркале, на Фаркале, на Фаркале. А вы верите в шаманов? Ну, как бы, да, некоторые. Но сами когда-нибудь обращались к самому? Нет, нет, шамана не обращалась. Не приходилось. Я перед окнами не буду мелькать, потому что... Угу, угу. Рабочая 1-1. Так, надо взять девушку. Ну, в общем, я зашла. Николай как раз был во дворе. Уехали его не пациенты, а дети. Сегодня у него день рождения, 60 лет. И надо на прием записываться, оказывается. То есть он действительно лекарь, он не шаман. И запись с 1 апреля. Так что не судьба. Но вернемся в Аскиз. В тот день, когда я утром одна встречала лучи солнца в местечке Саксыр, на горе под условным названием «Аскиз сердца Хакасии» встречали солнце местные шаманы. В самом Аскизе на территории бывших совхозных мастерских обряд должен был продлиться почти весь день. Но после бессонной ночи мы уже были не в силах воспринимать торжественность момента. Чтобы дух этого места нас принял, так как мы приехали позже, вот мы должны совершить обряд. Девять раз, да? Она сказала пройти по кругу и потом покормить очаг. Он, правда, уже истыл, но пошли. Я думаю, что вот это можно вообще не показывать. Мы все не так сделали. Может быть, мы сделали не так. Потому что ночь была бессонная. Она объяснила вещи для них очевидные, а для нас нет. Поэтому и ведомого в стадии в данном случае не было. Поэтому уж как получилось. Надеюсь, дух этого места все-таки нас принят. Тем более с учетом той истории, которая была в этом месте, я думаю, что он тут ко всему придет. Академия 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 КОНЕЦ Все обряды проводятся на наши пожертвования, сами за весь народ молимся, а пока не так много пробужденных, скажем так, которые понимают, какую работу мы огромную делаем. И вот у нас многие шаманы даже не могут приехать, потому что у них денег нет ни на дорогу, поэтому так-то нас гораздо больше, раза в два, в три больше, чем сегодня участвуют. Мужчин, предков наших, это рубашка мужская, с длинным рукавом, для женщин шелшок, там три метра специально. Вкусный чай и тут молочная, водка молочная. И вот здесь обязательно денежку, обязательно туда денежку ложим, чтобы у богов были деньги с собой. Я обращаюсь к своим предкам, говорю, я сегодня вам накрыла стол, пожалуйста, придите. Ко мне сегодня придут люди на прием, на целительство просятся, на диагностику просятся. Пожалуйста, будьте со мной здесь сейчас и помогите тем людям, которые пришли сегодня. Они пришли за помощью, но они не за моей помощью, а за вашей помощью пришли. И вот придите, вкушайте эту пищу и будьте со мной. И помогите вот этим людям, не моими руками, а вашими руками, не моими устами, а вашими устами. Помогите. Сколько по вашим ощущениям в Хакасии шаманов разных? Сколько? Сотни, две сотни, три сотни? Ну, две сотни нету, но где-то, ну, человек, наверное, 80, наверное, да, есть. Предков угощать не обязательно быть шаманом. Это обязанность любого человека, потому что у каждого есть отец и мать. А быть шаманом или не быть шаманом, они решают. Вы поняли, да? А угощать, хотя сейчас мы смотрим, их подводят тех, которые, они же тоже с ними будут смотреть, кого. Кого сделать? Кто пойдет с нами? Кто будет в контакте? Кто будет стоять за род свой? Защитником рода. Пусть везучись с звеном неба и земли. Весь обряд проходил на хакасском языке. И лишь когда через одну из шаманок начали вещать духи, мы попросили перевести их послание. Лично я надеялась, что духи что-то скажут о сроках завершения спецоперации в Украине. Очень много предков пришло сегодня сюда, ханов все здесь, и многие предки просят, что те знания, которые мы сегодня проводим, что передавали, они просят, чтобы мы им помогли, что передавали их предки, просят, чтобы их дети тоже так заработали. Для хакасов шаманизм – это следование национальным традициям, и судя по тому, как растет число тех, кто начинает соблюдать эти практики, идет некое возрождение. Но, похоже, у хакасской молодежи своя жизнь. Они на обряды не ходят, они смотрят YouTube. Видимо, поэтому духи в своем видеообращении на это и сделали упор – на сохранение местных традиций. Ну а мои просьбы духи так и не выполнили. То ли не услышали, то ли не так просила, то ли не до конца поверила, что решить проблему можно, просто завязав ее в узелок и бросив в костер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин